итак дорогие друзья всех приветствую сегодня с вами как всегда ваш железный волк и да сегодня мне попался на обзор такой исполнитель как известный рэп музыкант колос ребят начинающий но уже его группа вконтакте довольно уже популярна настоящее имя автора песен даниил колос ребята есть он не скинул одной из своих работ чтобы я заценил данное видео но давайте посмотрим что представляет его работы что за текст ребят посмотрим клип послушаем вдумаемся в смысл песни и но вообще посмотрим о чем сам клип и что из себя представляет это таинственное так сказать но я бы сказал я уже слушал его песни но в каком-то dark underground что ли рэп его звучит ну ладно давать чтобы не томить мы посмотрим его видео ребят трек левиафан ну что готовы данная черно-белая тематика дорогие друзья очень интересно пугающая атмосфера очень интересно разборки уличных банд тоже очень интересно маски клоунов а вот и он сон хара хара на плечах левиафана не грешит для интереса мне всегда здесь будет мало ау 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 хара на плечах левиафана а мы погорим сильнее чем сибирские пожары бабки не лишают всех желания творца хоть все что происходит от истоков чисто гонгала волна хочу быть счастью их и если все все за свое то буду делать до конца и нового прихода ума я не сплю ночами все мои кошмары рядом архитары и рона все вбирают по италии ай партер мне не нужен я и так одядь и вакуумара все прогнозы проебались по каракулям санцары я обычный парень с необычной судьбой а факты тактика жон на земле а и кома сала мазака я наполнен порохом по этому взрываю так-то и это твои анима и проблемы вейба я жон на земле а и кома сала мазака я наполнен порохом по этому взрываю так-то и это твои анима и проблемы вейба а а все эти людишки строят из себя не то что надо много говорить не стоит если нет за этим правды понесло все прям как надо раскидляю власть пульпа я пришел сюда и ваши нет а звезды блякнут нахуй а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И опять смотрите, данный акцент сцены Сделан такое чувство, что Вот эти группы людей, которые его, так сказать, провожают в тот мир Они выглядят именно, обратите внимание, как камера постоянно пытается показать их Именно не просто образы людей, а образы демонов именно То есть, по сути, они как бы продали душу темной силе И теперь как бы прислуживаю это нашему герою, что ли. Обратите внимание на эту сцену, ребят. Непонятный нарисованный знак. Птица, девушка на стене. Коктейль Молотова в руках рэпера Колоса, ребят. И опять обратите внимание. Опять девушка одета в той же маске. Ну, группа людей, походу, может быть, это одноклассники данного парня или еще что-то подобное. Но когда я просматривал первый раз клип, ребят, я долго его пересматривал. И просто-напросто не мог въехать в смысл его творения. Просто песня как-то написана бессмысленно, я бы что ли сказал. И просто понимаете, то, как он написал этот трек, ну, данная песня просто представлена... Ну, я и говорю, это у него жанр темного андерграунда. Я обратите внимание на эту сцену. И вот данная жертва, ребят, по щеке которой он проходит со ножом. Ну, просто понимаете, данное видео, которое он представил, елки-палки, это... Волосы швелятся на голове, ребят, где смысл песни, где смысл клипа, где нормальная именно демоническая тематика. Но он просто собрал все в кучу в данном творении. Вопрос, откуда здесь появляется Ван Дамм? Причем здесь вот этот вот прикол, Ван Дамм, стреляющий из Калашникова. Я понимаю, это какая-то пропаганда, которая... Типа... Нужно уважать оружие русских, что ли? Я так понял. Теперь самое интересное, что, ребят, меня вообще ввело в полную бессмыслицу по данному клипу. Это тот факт, что я сейчас увидел. Обратите внимание. Mortal Kombat 3 Ultimate. Вопрос, либо исполнитель был обкуренный, когда ставил данное видео, либо не думал головой. Но просто, что самое интересное, зачем в клипе, блин, собирать в видеоигры старого образца? Если у него песня про Левиафана, то зачем собирать Ван Дамма, включать в клип? Давайте еще поставим какую-нибудь кровавую тему и тут затолкаем Винни-Пуха. Нормально будет вообще, а? Вот обратите внимание, вот просто вот такой какой-то бессмыслица. Вот реально, в его клипе нет никакого смысла. Здесь вообще попахивает опять насилием к женскому полу, потому что то, что он показывает в этом видео, это действительно какой-то недохоррор, что ли. Но клип получился однозначно не особо, потому что, сразу говорю, смысла в его песне просто нет. Вот еще раз просто вдумайтесь в данный текст того, что он поет. На плечах нет Левиафана. Что он имеет в виду? То есть, для него Левиафан это какая-то птица, которая сидит, что ли, на плече? Нет, ребята, я, конечно, все понимаю, но данный клип не для детской аудитории, так сказать, и в нем очень сильно пропаганда насилия к женщинам, убийствам и сатанинским обрядам. И обратите внимание на эту сцену. Держит в руках то ли череп коровы, то ли череп собаки. Вообще непонятно. Ну, вроде удлиненный, блин. Просто бессмыслица, вот реально. Девушка с какой-то краской на лице, в рубашке, идет по лесу и находит его маску, что? Ну, по крайней мере, спасибо девушке за то, что она хоть придумала отличный темный грим. И под конец, смотрите, ребят, появляется голова козла. Но это клипы на сатанинскую тематику, поэтому я не думаю, что данное видео зайдет всем. Потому что это какая-то...